Алматинский аэропорт Из них более 5000 это спортсмены, их тренеры, другие члены команд, судьи соревнований, представители международных спортивных организаций и журналисты. Не меньшее количество ожидается и иностранных болельщиков. Во избежание очередей в аэропорту увеличено количество пунктов паспортного и таможенного контроля. Более 2000 спортсменов и почти столько же членов их команд примет атлетическая деревня, расположенная около спорткомплекса Алматы-Арена, имеющая всю необходимую инфраструктуру для комфортного проживания. Большую часть работы по сопровождению спортсменов возьмут на себя волонтеры. Волонтеры – это душевный фундамент организации любого крупного спортивного мероприятия. Именно от того, как они помогают спортсменам, насколько интеллектуально подкованы, интересны как собеседники и позитивно настроены, зависит, как воспримут наш город и нашу страну участники универсиады. Набор волонтеров проходил на конкурсной основе. Было одобрено только каждое пятое из 15 тысяч заявок. Критериями отбора были знания английского языка, позитивный настрой, коммуникативные способности и профессиональный опыт работы с людьми. Из трех тысяч волонтеров около ста – иностранцы. Это граждане США, Германии, Франции, России и Кыргызстана, которые имеют опыт работы на международных спортивных мероприятиях. Конечно же, изюминкой любого подобного мероприятия становится церемонией открытия и закрытия. К этим театрализованным действам привлечены десятки творческих коллективов, а это более 500 исполнителей. Вы останетесь довольны зрелищем. Телевизионная трансляция спортивных мероприятий будет проводиться различными международными телеканалами, вещающими в 80 странах мира, с общей телевизионной аудиторией более 1 миллиарда зрителей. Прямую трансляцию открытия и закрытия универсиады 2017 зрители смогут увидеть по каналам Казспорт, Хабар и Казахстан. Важнейшей задачей является обеспечение безопасности зрителей и участников соревнований. Ее обеспечением займутся более 7 тысяч сотрудников полиции, Национальной гвардии и Министерства обороны, которые прошли соответствующую подготовку, а также курсы английского языка. Просьба посетителям спортивных соревнований с пониманием отнестись к процедуре внешнего досмотра. Это в целях вашей же безопасности. Ограничения на дорогах города будут минимальны только в день церемонии открытия на этапе эстафета огня. С разных точек города будут курсировать специальные автобусы для транспортировки зрителей. При этом вся полезная информация обо всех изменениях в работе транспортной системы города, как и любая другая полезная информация, будет предоставляться по разным каналам коммуникации в максимально доступной форме. Готовность спортивных сооружений к проведению универсиады подтвердила Международная федерация университетского спорта еще в сентябре 2016 года. Итак, мы готовы. Наша цель, чтобы зимняя универсиада 2017 стала лучшей в истории.